Гривай Регламету. Регламета на бантанском диалекте древнего языка ритгардов означает «благодарные подношения» и является празднеством во имя милостивых богов, что веками благоволили к людям Лейнлина. Традиция требует устраивать театральные постановки о великих событиях прошлого Лейнлина. И одна из наиболее знаменитых – Гривай, что может быть переведено как «вороны», что были наказаны, или как вороны, несущие кару. Древний ритгардский не позволяет только перевести название постановки. Историю Гривай расскажет вам каждый ребенок в Лейнлине. И повествует она о злобных последовательницах Даэдр, которые лишь несли ложь, проклятие и убийство жителям Лейнлина. Чаще всего они использовали свою красоту как орудие, заставлявшее мужчин исполнять их желания. Их предводительница Ноктир-А соблазнила барона Лейнлина, ими никакого история не сохранила, и уже сподвигла его на совершение самоубийства в доказательство своей любви, когда вернулась баронесса. Последняя хитростью уговорила Ноктира надеть красивую белую мантию из своего гардероба. Смотри, она светится, как жемчуг, а внутри мантия такая мягкая, оторочена пухом. Ноктира одела обновку, и ловушка захлопнулась. Мантия была волшебной, и она обратила Ноктира в большую черную птицу. Барон, освободившись от чар, собственноручно убил птицу, после чего позвал своего повара. К тому времени остальные последовательницы Дайер, Дайэдр, починили замок Лейнлина и обратили его в обитель разврата. Во время пика Оргии появился повар, неся с собой огромный округ для поддержания их сил. Женщины впились зубами в нежное мясо, когда появившиеся бароны Варонесса открыли им, что те только что съели свою предводительность. Ноктира женщиной закричали, и внезапно магии мантии превратились в гарпий, в злобных полуптиц. Интересный аспект Гривай прослеживают ученые. Изменения в истории по прошествии лет, ужасный период. В некоторых версиях истории Ноктира – невинная крестьянская девушка, а баронесса – жестокая и злобная предводительница гарпий. Ноктира молится Дибелле, и та наделяет ее силой создать волшебную мантию, после чего она с бароном живет долго и счастливо, а гарпии пожрали обращенную в птицу баронессу. Во время правления девы-баронессы Лейнлина, Вианы Чистейшей, 120-148 годов II эры, барон изображался как сообщник Ноктира. Итого, гарпии лакомились уже двумя птицами. Навряд ли стоит тратить время и искать истину в этой истории. Гарпии в самом деле обычное явление на берегах залива Илиак, в особенности в окрестностях Лейнлина. У них есть свой собственный язык, и те немногие, что изучили его, утверждают, что сами гарпии знают о своих корнях не больше, чем мы. С другой стороны, одна из наиболее известных принцесс Дайдр, Ноктюрнал, часто изображается как красивая темнокожая женщина, держащая двух черных птиц. И не так уж сложно вывести имя Ноктира из Ноктюрнал, или наоборот. Диват Поющий Диват Поющий — это две совершенно разных уникальных личности в одном теле. Диват — самый известный герой у Ридгардов, сын Франдера Хандинга и, вероятно, единственный самый совершенный ансей из всех когда-либо живших. Однако в раннем возрасте он отказался от пути меча. Диват был единственным сыном Франдера Хандинга, появившись на свет, когда тот уже был в зрелых годах. Диват — 2396 год по старому летоисчислению. И приблизительно первая эра 760-го по Тамариемельскому календарю. И был вдали от дома большую часть времени, участвуя в поединках и сражаясь во многих битвах и мятежах того периода. В 11 лет Диват вступил в храм воинской добродетели, но в 16 он, ровший фактически без отца, наконец позволил своему раздражению овладеть им. Диват сломал своим меч и покинул храм с тем, чтобы стать акробатом в бродячем цирке. Диват не удовольствовался жизнью в цирке и в течение следующих двух лет, благодаря врожденному таланту, начал сначала музыкантом, а потом и странствующим бардом. Еще два года он скитался и пел в городах империи, добившись немалой славы и известности благодаря своему творчеству и исполнению популярных народных песен. Хотя Диват публично отрекся от пути меча, могло оказаться так, что он продолжал практиковать обязательные формы тренировки, которым его научили в храме. Он не носил меча, но поздними вечерами часто можно было видеть яркие взблески в его палатке. Мой источник ничего больше об этом не говорит, но можно предположить, что Диват практиковал форму пути, известного как Шихай, Шэн Шэру, путь духовного меча или просто Шихай. Диват был очень популярен среди людей империи, и его выступления собирали большое количество слушателей. Но он по-прежнему не мог избегнуть своего воинского наследия. Когда последний император пришел к власти и начал гонение на воинов-поющих, Диват был первым среди тех, кто привлек его внимание. Однажды император Хира вместе со своей супругой решили схватиться с поющими за контроль над империей, и поспешно напали на тех поющих, которые играли заметную роль в общественной жизни империи. Многих он убил, но известность Дивата была так велика, что император отправил отряд своей личной стражи, чтобы арестовать его. Людям императора либо очень повезло, либо очень не повезло, в зависимости от того, с какой точки зрения вы на это посмотрите. Не будучи драком, Хира отправила сто лучших своих стражей, так как даже невооруженный поющий был очень опасным противником. Повезло им в том, что они смогли пленить Дивата и заковать его в цепи, так как они пришли за ним, когда он обедал вместе со своей предстоялой матерью. Несчастье было в том, что когда он сдался, они опрометчиво ударили молящую за него старушку. По-видимому, слишком сильно, так как она упала замертво с одного единственного удара. Одно необдуманное деяние, как это часто бывает с воинами, стало главнейшей причиной, повлекшей за собой их окончательное поражение. Этот поступок воспламенил в Диваде дух пути. До этого бездумного удара Дивад был обычным мастеровым, нет, художником, великим художником, но не воином. В момент ее смерти Дивад поднялся со своего сидения, сгреб все цепи обеими руками и начал раскручивать тяжелые оковы по смертоносной дуе. Он убил четверых своих охранников и освободил этим достаточно места, чтобы сбежать через окно и нырнуть в реку. Он исчез в ночи. С этого момента Дивада видели много раз, и еще больше о нем ходило слухов по всей империи. В стольких местах, в скольких обычный смертный человек побывать никак не мог. Везде, где люди Хиры терпели поражение, победа приписывалась Диваду. Когда Хира выступил против поющих и начал формировать свою армию, чтобы захватить великую пустыню, именно Дивад принес вести об этом поющим. Дивад был среди тех, кто забрался на Хатту, чтобы найти Хандинга в его пещере. Мало известно, что поначалу Хандинга отказался возглавлять поющих. Первая попытка прервать его во время поэма смерти привела к тому, что он выставил старейшин из пещеры. Он даже сформировал Шухай в своем гневе. Именно Дивад один снова пошел в пещеру, чтобы поговорить с ним. Никто не знает, что было сказано, что произошло в пещере в этот день. Летописи того времени говорят о ярких всполохов света и яростных голосах. Прошло пять долгих часов, и, наконец, оба вышли из пещеры. Дивад бок о бок с Хандингом. С этого места, как говорится, начинается история. Дивад, который не окончил обучение в храме воинских добродетелей, стал советником Хандинга и потратил свое время на чтение только что законченной книги циклов. В событиях молота и наковальни он участвовал в качестве рядового бойца. Это было еще до того, как поющие бежали из своей родины страны на новую землю. Дикие эльфы В диких районах практически любой провинции Тамриэля обитают аллейды, обычно называемые дикими эльфами, которые ведут свой род практически напрямую от первоначальных обитателей нашего мира. Тогда как три расы эльфов, салачи, высокие, бойчи, лесные и моричи, темные, вполне адаптировались к новым народам Тамриэля, аллейды и их братья продолжают сторониться нашей цивилизации, предпочитают держаться строго образа жизни вдали от остального мира. Дикие эльфы говорят на диалекте старого сиродильского языка, а не на Тамриэльском, еще более отделяя себя от своих более цивилизованных эльфийских сородичей. По темпераменту они мрачны и молчаливы, хотя они, несомненно, ведут себя так по отношению к посторонним, или пелане на их языке, а не с другими представителями своего народа. Тем не менее, одним из известнейших мудрецов университета Гвиллема был цивилизованный эльф-эльейд Тюрхейн Файри в 2790 год 1-й эры, 227-й год 2-й эры, год жизни, который издал книгу о диких эльфах, в которой описал их живую яркую культуру. Файри был одним из немногих эльейдов, свободно говорившим о своем народе и его религии, и даже сказавшим, что природа племен эльейдов многообразна. Их характеры часто сильно отличаются даже от соседних племен. Файрите. Природа эльейской поэзии с 8-го издательства университета Гвиллема, 12-й, 2-й эры. Как и любая другая чужая культура, дикие эльфы часто вызывают страх у простых жителей Тамриэля. А лейды продолжают оставаться одной из величайших загадок континента Тамриэль. Они редко появляются на страницах рукописных хроник в любой роли, да и то только тогда, когда взгляд летописца задерживается на них перед тем, как они исчезнут в лесах. Когда домыслы отделяются от фактов, нам вообще практически ничего не остается. Загадочные пути олейдов, как были скрытыми от нас еще до начала первой эры, так и останутся такими еще тысячи лет. Итак, я дочитала. Надеюсь, вам понравилось. И я откланяюсь, как всегда. До свидания. До свидания.